Здравствуйте, дорогие зрители! У меня для вас интересная тема. Я хочу напомнить вам актёра, которого, наверное, многие знают, а многие очень любят. Это Джеки Чан. Актёр, который сам о себе говорит, что он не боец, а просто актёр, который умеет драться. Актёр, который пришёл нам в нашу память с тремя фильмами «Доспехи Бога». Помните все три замечательные совершенно фильмы? Или «Карате пацан», где он уже играл не самого пацана, а играл вторую роль, но всё равно замечательно. Совершенно потрясающий фильм «Миф». Но меня лично произвёл просто невероятное впечатление. Вот «Вокруг света за 80 дней». Это было очень забавно посмотреть на это. «Медальон» тоже, кстати, очень неплохой фильм. Или тот же «Смокинг». Играет он, конечно, на удивление здорово. Ничего не скажешь. Но вы посмотрите на его жизнь. Нас же не только где он там играл интересуют. Там, «Пианый мастер» или «Змея в тени орла». «Пианый мастер» я ещё, я смотрела, было здорово. А нас интересует, чем он вообще занимается по жизни. Кроме того, что он играет. А вот интересов у него много. Кроме того, что он содержит международный клуб каскадёров. Кроме того, что он помогает всячески и является послом доброй воли. Он помогает актёрам и ставит фильмы на своих. Кстати, он продюсер, он продюсирует большую часть своих фильмов. Из 101 фильмов, которым он снимался, 37 он продюсировал. А вот он режиссировал из тех же 101 фильмов 21 фильм самым режиссёром. Он пишет сценарии. И вот тот же самый «Доспехи Бога» — это его сценарий. Так что человек, он невероятно талантливый и невероятно упорный. В том времени, когда он прославился, за его спиной было огромное количество отснятых фильмов. Он снимался с Брюсом Ли, он снимался с огромным количеством известнейших голливудских актёров. И в Голливуд он попал дважды. Первый раз он попал во времена Брюса Ли. И это не было, как бы сказать, триумфальным ходом в Голливуд. Он отказался тогда. Он понял, что он идёт не по правильному пути и вернулся. А уже второй раз он попал как известный человек. И добился очень много. Он добился вот того имени, той популярности, которую мы знаем сейчас и сегодня. Этот человек, он добивается всего сам. Он сам поёт. Он сам отыгрывает все свои сцены и драки. Он сам снимается во всех своих самых диких трюках. Он способен за сцену семь раз спрыгнуть с высоты многоэтажного здания на пролетающий вертолёт, если это надо. Он может неимоверное число раз окунуться в ледяную воду. Если посмотреть на его на рентгене, у него там ни одной живой кофе нет. Всё переломано много жды. Но, тем не менее, он держится. Он продолжает помогать другим актёрам и каскадёрам. Он продолжает содержать эту школу каскадёров. Он выпускает диски. Он, кстати, очень и очень неплохо поёт. Всё-таки выпускник оперной школы, знаете ли, это вам не шуточки. Вот. И я надеюсь, что я вам просто напомнила об этом замечательном актёре. И вы посмотрите его фильм ещё раз. Я, например, с удовольствием пойду и пересмотрю совершенно замечательный его фильм, который называется «Час в пик». Ну, нравится он мне. Вот что теперь делать? Пойду туда и смотреть буду. И смокинг можно тоже переглядеть. Неплохо получается. Всё на этом. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...